Так вот, на вопрос, зачем это нужно изучать, изначально можно было бы, наверное, очень быстро ответить просто с помощью простенькой презентации. Вот я сейчас попробую ее включить, чтобы вы ее видели. На самом деле не очень уверен, что это получится, но пробовать надо. Итак, в принципе, можно ответить с помощью семи пунктов. Первый пункт, как вы знаете, и это видно на страницах Нового Завета, причина в том, что Иисус и все его ученики соблюдали Тору, любили Тору, цитировали Тору. Ну, когда я говорю Тора, я подразумеваю еще и Танам, безусловно. Пункт второй. Причина в том, что все еврейские писания, безусловно, свидетельствуют о Машехе. Их нужно знать для того, чтобы видеть эти свидетельства. Пункт третий. Сам Ишо является воплощенной Торой. Вначале было слово, и это слово воплотилось. Пункт третий. Мы с вами видим, что ученики Ишо всегда проповедуют, опираясь на Танах, на Священное Писание. Пункт пятый. Мы видим, что ученики, точно так же, как сам Ишо, руководствуют со Священным Писанием, то есть Торой и Танахом. Пункт шестой. Писание нам говорит, что все Писание богодохновенно, но заметьте, что когда эти слова говорятся, Нового Завета, как Писание, еще не существует. Он только начинает в какой-то момент формироваться. И последний пункт, который заключается в том, что пренебрежение какой-то частью Библии приравнивается, по сути, к пренебрежению всей Библии. И это нужно понимать. То есть, казалось бы, вот сейчас за пару минут я вам на этот вопрос ответил, и можно было бы так это ручки отряхнуть и сказать, ну все, разбирайтесь с этим сами. Но, понимаете, какая вещь? Сегодня я хочу, чтобы мы не просто услышали какие-то цитаты из Священного Писания, которые подтверждают ту или иную точку зрения. Хотя это, безусловно, первое, чем мы обычно руководствуемся. Больше того, я уверен, что и вы, так же, как и многие другие, прекрасно знают эти тексты и не нуждаются, чтобы им их повторяли. Сегодня я хочу сделать так, чтобы мы с вами увидели ту связь, которая существует между Новым Заветом, Танахом, даже Талмудом. И для того, чтобы эту связь увидеть, мы должны сначала понять, а как, собственно говоря, формировался тот источник, который мы с вами называем Священное Писание. И вот для этого у меня есть вторая презентация, я сейчас ее попробую запустить. Итак, мы должны понимать, все началось с того, что Господь дает народу израильскому, еврейскому народу, дает Тору. Эта Тора была дана Моисею на горе Синай. И мы с вами прекрасно знаем, что в конечном счете она была записана, и таким образом она пришла в этот мир. Наши раввины говорят, что помимо Торы ему была дана еще и так называемая устная Тора, которая на протяжении многих лет передавалась от Моше к Аарону и так далее, и так далее, и так далее. В чем мы можем быть с ними не согласными, но в чем мы точно можем быть уверены, что необходимость комментариев к основной Торе безусловно существовала, и она существовала с довольно глубокой древности. Так вот, откуда мы знаем, что в этом есть необходимость? Мы знаем это оттуда, что очень многие заповеди, которые существовали в Торе, они не имели пояснений. То есть была необходимость сделать некоторые пояснения. Пример. Недавно у нас праздновался, ну это не праздник такой, особый день, который называется Тубишват. Что такое Тубишват? Тубишват – это, по сути, Новый год деревьев. Откуда это вообще появилось? Вы знаете, что на страницах Священного Писания существуют заповеди. Одна из таких заповедей гласит о том, что каждое дерево, которое посажено в Израиле, первый год, первые три года от него вообще нельзя трогать плоды. Плоды четвертого года должны были быть принесены в храм в качестве жертвы. Только начиная с пятого года можно было плоды использовать для личных нужд. И разумеется, у людей был вопрос, а как считать? То есть, если ты берешь, сажаешь дерево, во-первых, одни деревья сажаются в виде семечки, другие сажаются в виде саженца, с какого момента считать. И таким образом было принято постановление, что есть один день, все, что в этом году посажено, оно ведет отчет от этого дня. Дабы люди не путали. Опять же, вопрос, ну что я могу каждому дереву табличку прибить, когда я его посадил, да? Если ориентировка на год, то это все становится намного проще. Ну, то есть, это просто пример того, как комментарии были нужны уже в глубокой древности. Поэтому, раввины говорят, что Бог дал Моисею эти комментарии, которые передавались дальше, передали Арону и так далее, и так далее, и так далее. Проблема возникла, да, и важный момент, что вместе с этими комментариями была дана методология. Ну, в любом случае, вы понимаете, даже если мы говорим, что, ну, устной Торы не было, да, что комментарии, если у тебя есть текст и комментарии к тексту, то тебе понятно, каким методом мы от одного пришли к другому. Это важный момент по поводу методологии. Теперь, когда еврейский народ ушел в Вавилонский плен, перед ними встало две проблемы. Проблема первая заключается в том, что в этот момент появилась опасность, что эти данные будут утеряны, потому что был закончен, не было храма, священство было в непонятном состоянии, и так далее, и так далее, и так далее. Причина вторая, почему? Потому что изменившаяся жизнь ставила перед людьми новые вопросы. То есть они остались без храма, без своей земли, а заповеди-то есть. И возникает вопрос, а как, собственно говоря, эти заповеди продолжать исполнять, если условий для их исполнения нет? И начали использовать ту же самую методологию для того, чтобы донести до еврейского народа, как им жить в новых сложившихся условиях. Пример такого осмысления для нас находится в книге Даниэля. Вы помните наверняка, что Даниэль три раза в день молился. Нигде на страницах Тауры, Танаха вы не найдете заповедь молиться три раза в день. Откуда она взялась? Все дело в том, что в Иерусалимском храме, как вы знаете, было три жертвы. Вечерняя, утренняя и в обед. Разумеется, когда храма не стало, перед евреями стал вопрос, а что тогда делать? И было на одном стихе из книги пророка Осии построена идея, что можно в условиях отсутствия храма молиться. И Даниил, мы с вами видим, он это постановление и исполнял. Таким образом мы наблюдаем картину, как формировалось то, что называют сегодня Талмуд, Медраж, Гмара и так дальше. Проблема заключается в том, что вот эти все книги, которые, ну назовем условно Талмуд, такое обобщающее название, они, во-первых, были написаны огромным количеством разных авторов, а во-вторых, они писались на протяжении долгого времени. И люди, которые писали это, это люди из самых различных ситуаций. И классифицировать вот эти источники очень сложно, тем более, что со временем им накопилось очень-очень много. Почему? Потому что в те времена в иудаизме существовал такой подход собрать все, собрать все вместе, дабы не потерять ничего. Если классифицировать Талмуд, то он классифицируется по двум, я бы их назвал так, функциональным идеям. Первая функция Талмуда, это то, что называют в иудаизме Медраж Аллаха, это функция, которая регулирует законы жизненные. Как я сказал, после того, как люди ушли в Вавилон, появилась проблема, как исполнять очень-очень многие законы. И вот отвечая на этот вопрос, как соблюдать, и появлялись вот эти все постановления, которые объясняли людям, а как, собственно, это делать. Что делать с законами субботнего года, что делать с законом 50-го года и так дальше, и так дальше, и так дальше. Но, очень важно, они, принимая эти постановления, ориентировались на изначальную методологию, которая нашла свое отражение в Устной Торе и дальше передавала. Вторая функция, это функция, которую я назвал толковательной, то, что в еврейский язык называется Медраж Хаагада. Дело в том, что, как я сказал, в сборник вошло огромное количество всякого рода притчей, толкований, изъяснений, раввинистических каких-то учений, которые иногда даже противоречили друг другу. Такое тоже, к сожалению, иногда было. Например, недавно я делал комментарий на недельную главу, которая называется Итро. Если вы почитаете все Медроши, которые говорят про Итро, то вы увидите, что там, ну, просто совершенно как будто о разных людях местами, да, не о нем. Итро – это иофор в русской Библии. Если хотите, посмотрите мой урок на эту тему. Именно поэтому Рамбом, один из самых известных учителей еврейского народа в древности, как-то сказал, что кто не верит в Медраж, тот безбожник, а кто верит в Медраж, тот дурак. Почему? Возникает вот эта проблема противоречий, но, и вот тут я хочу сакцентировать ваше внимание, противоречие не означает неправильно. Позвольте пример. Вы все прекрасно знаете 53 главу книги Гопророка Исаии. Есть три толкования на эту 53 главу. Первое толкование говорит о том, что эта глава говорит о Машехе, как мы с вами и верим. Правильно? Второе толкование, что здесь речь идет о самом пророке. И третье толкование, что речь идет о народе израильском. Разумеется, для нас с вами возникает вопрос, а какое же толкование правильное? Но этот вопрос у нас с вами возникает по той простой причине, что мы с вами западные люди, которые жили вот в этой части под влиянием западной культуры, которая нанесла в нашу жизнь много чего. А что же говорит на этот счет иудаизм? Знаете, есть такой анекдот очень интересный. Однажды к Равину пришли судиться два человека. Один сказал, все было вот так, вот так и вот так. И Равин ему сказал, ты прав. Другой сказал, все было вот так, вот так и вот так. И Равин ему сказал, ты прав. Подошла его жена и говорит, Абраша, ну ты и тому сказал, что он прав, и этому сказал, что он прав. А он ей говорит, и ты права. Почему на самом деле в этой шутке есть глубокая духовная истина? Потому что ждаизм – это не проблема. Ибо христианство волнует правильность понимания, а иудаизм волнует правильность поведения. Потому что Бог судит еврейский народ по поступкам, а не по тому, кто что как и понимает. Конечно, может случиться так, что человек, ведомый неправильным пониманием чего-либо, будет себя неправильно вести. Такое бывает. Но именно поэтому существует то, что мы назвали медраша Аллаха, то есть постановления, которые регламентируют поведение. Надо заметить, недаром Яков пишет, что вера без дел мертва. Спасение не приходит через поведение, но вера определяет наше поведение. И по сути, вот это Аллаха, то, что называется в иудаизме постановление, это своеобразный костыль, который помогает человеку идти дальше в ситуации, когда этот мир изменился, а ему нужно продолжать исполнять волю Божию. Теперь, кто-то может сказать, что это все так запутанно, я об этом не понимаю, давайте мы все это выбросим. Наверное, мол, но это бессмысленно. Смотрите, когда Ешо ушел с этой земли, на земле почти все верующие были евреями. К концу первого века евреев было примерно 30% и 70% язычников. Но на тот момент они ходили в те же самые синагоги, за исключением тех случаев, когда их оттуда изгоняли, читали ту же самую литературу и цитировали. Они участвовали в той же самой литургии. Когда произошло восстание Баркохбы, а оно миновалось тем, что Раф Акива объявил Баркохбу мессией, разумеется, те, кто верили, что Ешо является мессией Христом, не согласились и произошел раскоп. Параллельно с этим в христианстве начинается формирование канона Нового Завета. Интересно, что, кстати, ученики, на тот момент еще евреи, руководствовались тем же самым принципом, дабы не потерять информацию, собрать ее всю вместе. При этом, смотрите, на самом деле канон вот в том виде, который мы имеем Нового Завета, был сформирован только в IV веке при Афанасии Великом. И тогда же началась борьба со всем еврейским в христианстве, в том числе и с Талмудом. И произошло то, что я называю, что вместе с водой выплеснули и младенца. Почему? Да потому что проблемы никуда не делись. Им по-прежнему было нужно отвечать на вопрос, как поступать и как понимать, что побудило в свое время создавать Мидроши. Теперь, когда люди взяли и отбросили все старое, на самом деле там разные были подходы, кто-то переиначивал, кто-то отбрасывал, кто-то еще как-то. Они, по сути, создавали новое свое. И это новое иногда было вообще до такой степени нелепым, что не поддавалось никакому вообще, ну там даже разговаривать не о чем. Я, кстати, хочу для вас привести пример сверхновой Аллахи, которую приняло Баптистское братство на территории бывшего СССР. Вы знаете, что нигде на страницах Священного Писания нету закона, запрещающего прием алкоголя. В свое время братство, это еще было СССР, Братство Баптистов постановило, что они не будут употреблять алкоголь. Почему они приняли такое решение? Это был ответ на вызов. Я хочу сказать, что далеко не все постановления новые были плохими. Но зачем делать то, что уже сделано, когда на протяжении, вернее, не отвергать то, что уже было сделано на протяжении нескольких сотен, даже тысяч лет. Понимаете? Теперь, что такое Новый Завет? Новый Завет с точки зрения литературы – это классический пример еврейской религиозной литературы. В нем содержатся все те же самые методологии, он подвержен той же самой классификации, Медраж Аллаха, Медраж Агадат, понимание и действие, и так дальше, и так дальше. Но мы должны понимать, что он один из многих. При этом, безусловно, он намного выше, потому что он от Ешёва и от его учеников. Именно поэтому мы его считаем, по сути, приравненным к Торе и к Танаху. Но он не отвечает на все вопросы. А задача Талмуда была именно в этом – отвечать на все возможные вопросы. Более того, Талмуд поэтому и постоянно изменяется в своей части понимания законов. Почему? Потому что меняется ситуация, а значит, должно меняться толкование. Так вот, на мой взгляд, причина изучать Танах и Талмуд заключается еще и в том, что очень многие вещи в Новом Завете непонятны, если вы не знаете того, что было написано до того. Ведь вы понимаете, что на самом деле нигде на страницах Танаха нету Мащеха, Мессии. Прямым текстом о нем нигде не написано. Он появляется только тогда, когда мы толкуем. Известный текст, который сказал Моисей, воздвигнет вам Бог пророка, как меня, его слушайтесь. Правильно? Правильно. Все толкователи, иудейские, христианские, все, кто маломальски в этом деле разбирается, говорят, это Моисей говорит про Машир. Согласен? Согласен. Но это толкование текста, а не прямое его значение. Правильно? Правильно. Теперь, причина изучать заключается в том, что без этого мы очень и очень много теряем. Позвольте мне еще один пример. Там Себастьян недалеко, я сейчас презентацию включу, чтобы мы... Ну, я прочитаю. Вслед за ним приходит Симон Петр и выходит в гроб, и видит пелены одни лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащими, но особо свитой на другом месте. Тогда вошел другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. А что, собственно говоря, он увидел? Мы с вами прочитали. И причем, заметьте, что текст нам конкретно говорит, что увиденное им привело его к вере. Так что конкретное он увидел? Он увидел плат, который был на голове Ишон. А что это за плат? Каждый еврей знает, что есть талит, с помощью которого он молится. Утренняя молитва совершается в талите. Так вот, возможно, вы не знаете, что по правилам пользования талитом... Сейчас, секунду. По правилам пользования талитом этот талит нельзя свернуть после того, как ты использовался, как попало. Его складывают особым образом. И когда человек пользуется этим ежедневно на протяжении всей своей практически взрослой жизни, он даже не задумывал. Вот я, когда складываю талит, я думаю, как там я должен его сложить, чтобы было правильно. А он даже не думает, он просто его свернул. И для ученика Ишоа этот факт, что талит был свернут, был доказательством его воскресения. У него не возникал вопрос, как был у женщин, может, его куда унесли. Почему? Да потому что никто, кроме еврея, который умеет складывать талит, его свернуть бы не мог. И это вообще делается автоматически, когда ты делаешь на протяжении многих лет. Именно поэтому для него было свидетельство, и мы с вами прочитали, увидел и уверовал. И вот таких вещей у меня огромное количество. Я просто не буду, наверное, все вам предъявлять и показывать. Дальше. Мы должны понять вот какую вещь. Если мы пытаемся игнорировать тонах и опираться, скажем, только на Новый Завет, то мы приходим к состоянию, когда мы, во-первых, многого не понимаем, а во-вторых, мы должны во многих вещах изобретать велосипед, который уже был изобретен 2000-3000 лет назад. Именно поэтому я наблюдаю сейчас картину, как многие христианские конфессии пытаются решать проблемы, которые в иудаизме давно закрыты. Ибо в иудаизме существует, я не буду сейчас об этом говорить долго, но то, что называется иерархия заповедей, да, там подразумевается так, какую заповедь можно нарушить, дабы соблюсти большую. Ну, это не тема сегодняшнего, да. Ну, например, в вопросах с абортами руководствуются именно этим принципом. То вот, что сейчас очень актуально, может быть, для западных христиан, в меньшей степени для российских. Вопрос гомосексуальных браков в иудаизме тема закрыта давным-давно. Сегодня христианство вынуждено, я бываю довольно часто в Америке, я вижу это, но это просто непередаваемо. Теперь, помимо этого, мы должны понимать, что за редким исключением все, что написано в Новом Завете, имеет свой отклик в Талмуде. Я могу привести сейчас, не знаю, получится у меня снова включить презентацию, одну секундочку. Окей. Вот смотрите, вот это цитата из Талмуда. «Если проявишь милость к товарищу своему, то единый проявит милость к тебе, если не проявишь милости к товарищу твоему никакой, не будет тебе милости». А вот цитата из Евангелия. «Если будешь прощать людям согрешившим их, то и Отец наш Небесный не простит. Если не будешь прощать, то не прости». Дальше. Вот интересный тоже момент, весьма любопытный. Значит, Павел цитирует, обращаясь к Тимофею, «Как и они, и им в раме противились Моисею». Ну, возможно, вы не знаете, кто такие эти два человека, но это жрецы фараона, которые противостояли Моисею, когда Моисей приходил к нему со знамением. Интересный момент, что нигде на страницах Танаха вы их имен не найдете, но зато они есть в Медрашах. Дальше. А вот это, это вопрос к вам. Кто-нибудь знает, что за цитата цитирует здесь еще? Если есть идеи, скажите. На праздник Суккот? Нет, это когда ты отвечаешь на вопрос «когда». Но он же говорит, кто уверует меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Какое Писание он цитирует? Да, это есть в веке Завета, я не знаю. В Библии этого нет. В Библии этого нет. Он цитирует какой-то другой источник. И лично я не знаю, какой. Так вот, дорогие мои. К чему я все это рассказываю вам? Я хочу, чтобы вы поняли логику. Если мы отбрасываем вот все то, что... Я не призываю вас ни в коем случае принять все, что там есть. Есть методология, которую я нашел в Новом Завете. Это немножко отдельная тема, с помощью которой это все можно фильтровать. Она происходит, эта методология, от самого еще. Но если мы все это отбрасываем, то мы теряем, иногда теряем даже смысл того, что происходит. Именно поэтому я призываю изучать, вникать, думать на тем, что написано. Есть, конечно, вопрос. Есть немало христианских толкователей, которые шли подобным путем. И появились толкования. Наверняка у кого-то из вас есть Библия с толкованиями Маккартура. Кто-то сталкивался с Харчла. Вернее, под его редакцией толкования были изданы. Мы должны понять вот что. Мало того, что эти люди пытаются изобрести велосипед. Ну ладно, ну хотят, пусть изобретают. Они оторвались от методологии, которая была в древности. И таким образом допускают такие ошибки, что это даже уже не смешно. Поймите вот что. Пока иудаизм существовал на своей платформе, там были противоречия. Были разные школы, которые так или иначе толковали те или иные вещи. Но они были практически едины. Если вы сейчас приедете ко мне в гости, и мы пойдем с вами в синагогу ближайшую к моему дому, то вы увидите людей там, которые близко не соприкасаются по многим-многим-многим пунктам во взаимоотношениях между собой. Я имею ввиду понимание. Но они не разделяются. Почему? Потому что поведение определяется непониманием. И это ведь, смотрите, пришли протестанты. Сначала, значит, было две больших конфессии. Они там как-то это все дело переосмысливали, переделывали еще что-то. Потом пришли протестанты. Сказали, выбросим все и начнем сначала. Что произошло? Они повторяют все те же ошибки, которые повторялись до них. Именно поэтому я призываю не брать поголовно, а изучить имеющиеся с древности опыты и источники и понять с помощью в том числе тех методологий, которые находятся в Новом Завете, а что мы со всем этим можем делать. Как мы можем в соответствии с этим жить. Но не изучая ничего, жить не получится. Вы должны это понимать. Нельзя строить жизнь только на Новом Завете. Вы через какое-то время столкнетесь с проблемой. Что делать в той или иной ситуации? И ответа на этот вопрос не будет. Потому что его в Новом Завете нет. Его может и не быть и в Ветхом Завете. Но методология позволяет принять решение, которое будет актуально в действующей среде. Вот, по сути, то, что я хотел вам рассказать. Я не знаю, сколько у нас получилось времени. Мы отключались, подключались. Сколько сейчас времени? Я не понимаю. Не знаю. Сейчас посмотрим. Еще у нас есть. Я обещал, что после того, как я расскажу то, что приготовил, мы будем иметь время для вопросов и ответов. Давайте попробуем сейчас, если есть вопросы, попробуйте их задать. Может быть, там, где коллективно, лучше было бы, чтобы один человек говорил. У меня есть вопрос. Можете переведить по-русски? Не знаю. Вы сказали, по-проводу протестанты. Они, так. Они начали от zero. Они начали от zero. Вопросы, их ошибка была, что они начали смотреть в Европу, через глаза европейские, через их культура. Они германизировали Тора. На самом деле, смотрите, интересная деталь. Признаки этого заболевания мы с вами находим еще в Каринфской церкви. Почему? Потому что они там начали делиться. Я Павлов, я Аполосов, я так дальше. Помните? И это же проблема в логике. У них, если ты понимаешь не так, как я, это вызывает конфликт. В иудаизме нет такого. Понимаешь? В иудаизме главное, как ты поступаешь. Если ты понимаешь, вот 53 главу Исаии. Кстати, я не сказал, но лично я считаю, что на 53 главу все три толкования верные. Интересно. Окей. Теперь. Если ты понимаешь там, что это Машея, а другой понимает, что это пророк, а другой... Да какая разница с точки зрения поведения? Главное, что ты идешь. Вот я же говорю, как они все приходят в синагогу. Там такая сборная солянка. Там даже есть такие люди, которые вечером в синагогу, в шаббат придут, а утром сядут в машину и поедут на машине без проблем. Только кипу снимут и все. Почему? Это, кстати, очень интересная деталь, которую я не так давно начал осмысливать. Потому что с возвращением еврейского народа в землю обетованную Аллаха снова начала меняться. Она еще не закреплена письменно, но это рано или поздно произойдет. Потому что жизнь меняет Аллаху. Ну, постановление. Жизнь влияет на Писание. Мы это должны понимать. Можно вопрос? Да. Вы сейчас хорошую сказали, хорошую, как бы, освенили тему. На тему жизни реальной в Израиле сейчас, на земле, скажем, обетованном. Часто мы слышим то, что жизнь израильских, скажем так, церквей и вообще, скажем так, жизнь на израильской территории и учителей, там, Израиля, раввинов и так далее, характеризуют как-то однолинейно. То есть, вот так и все. Но вы сейчас вот сказали как раз о том, что многогранность. Вот, к сожалению, многие люди, посещающие Израиль, или изучающие Тору, да, и так далее, они интерпретируют со своей точки зрения многие вещи и доносят людям это как-то выстроено в своем понимании. То есть, как вот эту многогранность рассматривать? Да. Прежде всего, нужно понять вот что. Я сейчас, когда вам все это рассказывал, я говорил о древнем. Да? Почему? Потому что, к сожалению, Израиль тоже очень сильно изменился в тот период, когда они жили в России. Сегодня конфликты существуют, в том числе на почве понимания. Нельзя сказать, что их вообще нет. Дальше. То, что касается церквей здесь. Ну, смотрите, опять, в силу того, что люди приехали оттуда, они родились здесь. Я не знаю, вы говорите про какое-то одно направление, но я хорошо знаю ситуацию в Израиле. Тут сборная солянка. Тут кого только нет, с самыми там разными представлениями. Мы в свое время выбрали направление. Я сказал, мы общину начали нашу у нас в городе с нуля. Там было две семьи, которые мы, единомышленники, начинали это служение. Через нас уверовал еще один брат. Он тоже это самое. Ну, у нас еще 10 минут есть. Уверовал, женился. То есть, по сути, у нас на сегодняшний день в общине из 50 примерно человек 10-15 верующих и все. Все остальное неверующие. Мы избрали сознательно этот путь идти через еврейскую культуру, через еврейские представления, через еврейский образ жизни для того, чтобы достигать людей. Именно, на мой взгляд, этим же руководствовался Павел, когда обрезал Тимофея. Когда приезжал в храм, совершал очень многие вещи, которые, гипотетически, можно было бы сказать, не нужно было. Он считал это нужным. Для евреев, уверовавших в Ишуа древности, иудаизм продолжал оставаться иудаизмом. Он только переосмыслялся в свете того, что вчера они ждали, когда Машеях придет, а сегодня они знают, что он уже пришел и вернется снова. Вот это вся разница. Ни одной, почти ни одного текста в Новом Завете нету, который нес бы что-то новое. Это все цитаты Талмуда, Танаха, Торы и осмысление каких-то вещей сквозь вот это древнее мышление. Я ответил на Ваш вопрос? Да, я просто, Вы сказали, мы стоим на этапе формирования новой Аллахи, да, скажем так. Вот. Что останется из основания старого, и что на протяжении вот этого периода, что в процессе изменялось и что-то добавлялось, как бы в целом сейчас понимают люди, что настал период, что какая-то часть будет основания лежать со старого, и как бы добавится вот это новое, то, что в период времени, да, определенно было сформировано. Не только в этом смысле, еще и в том смысле, что древнее должно быть подвергнуто анализу. Почему? Ну, это для нас мессианских. Почему? Потому что я не вижу в сегодняшнем иудаизме вот этой методологии, которую я нахожу в Новом Завете. Я ее выражаю такими словами. Талмуд для человека, а не человек для Талмуда. Ешоа сказал эти слова про Шаббат, да, но я экстраполирую их на весь Талмуд. Почему? Потому что я считаю, что используя вот эту методологию и еще один пример, который в случае с Курбаном, с Карваном, когда мы должны понимать, что ни при каких обстоятельствах постановление не должно отменять существующую данную Богом заповедь, что произошло в случае с Карваном, за что они подверглись критике со стороны Ешоа. То есть анализ, безусловно, но вы должны понимать, что все три с половиной тысячи лет это происходило все время. Это не есть что-то новое. Это продолжение всего того же процесса. Другой вопрос, а какой во всем этом, какова во всем этом роль христианства? Но это тема отдельного семинара. У нас остались 6 минут. Как сделать? Мы идем еще один кусок. Или надо еще раз. Очень интересно. Ну, смотрите, мы можем сделать таким образом. Мы можем изложить письменно все вопросы, прислать их мне, через Себастьяна или через Леонида. И я постараюсь по мере того, как Бог даст на эти вопросы отвечать. Да, Леонид, я тебя не слышу. Просто первое, что мы подумаем, правильно обязательно реагировать. Просто мы сегодня начали, и возникнут большие проблемы. Поэтому надо отработать спецификой. Да, да, да. Я попрошу не сейчас. Давай мы с тобой через день-два созвонимся. Да, да, да. У меня есть пожелание. Да. И если у вас есть, ну, тоже выслушу. Плани, если бы, есть много людей, которые хотели бы присутствовать, просят запись. Поэтому эта тема пойдет. Просто мы отработаем, чтобы было хорошо и всем каков. А вот остались 5 минут. ответ на 2 минуты. Евреи верующие, да? Евреи, покровь верующие, которые закон не интересуют, да? Вот еда, они кушают, что они... Это плохо или можно так жить? Однозначно плохо. Прости, я... Но, секундочку, дайте, да, маленькую реплику. Смотрите. Есть вопрос. А кто такой еврей? Вот ты сказал по крови, там, родился так или еще как-то. У нас сегодня столько разных вариаций на эту тему. что я на сегодняшний день, и не ловите меня за язык, потому что это размышления, да? На сегодняшний день я нахожусь на позиции, что еврей – это география. Что я имею в виду? Еврей не может не жить в Израиле. Если он, еврей, не едет сегодня в Израиль, неважно, какие причины, они могут быть супер-пупер важными. Да? То у меня вопрос по поводу его еврейства. Еще раз говорю, братья, не цепляйтесь. Почему? Потому что это размышления. Я сталкиваюсь с мессианскими в Америке, в России, во всем мире, и я пытаюсь для себя осознать эту проблему, и найти на нее какую-то Аллаху. Вот на сегодняшний момент, я думаю, что если Бог тебя по какими-то способами не пускает приехать в Израиль, подчеркну, Бог не пускает, а не ты сам не хочешь. Или придумываешь себе причину. То, наверное, тебя можно считать неевреем. А по поводу еда, и праздники, и кедуш, и так далее, и так далее? Еще раз, для нас в Израиле это норма. Понимаешь? Я не представляю себе, мы кедуш каждый шаббат делаем. Да? Мы с субботней свечи каждую пятницу вечером зажигаем. Да, мы так же. Я вам скажу больше, меня за это могут отпинать, но для меня праздники Господние, установленные на страницах Священного Писания, которые, несмотря на то, из-за того, что нет храма, не могут быть такими, как они должны быть. Они гораздо важнее, чем непонятные христианские праздники, которые условно привязаны к жизни Иисуса. Да? Ведь никто же не знает, на самом деле, когда Он родился. Точно так же, как никто не знает, когда Он крестился. Кроме Песаха. Песах знают все. 14 числа месяца Ниссан. Все. Без вариантов. А все остальное же непонятно, откуда оно взялось, как оно устанавливалось. Ну, мы тоже на это обращаем внимание, безусловно. Но при этом для меня праздники, установленные самим Богом, пускай в той интерпретации измененной, которая существует сегодня, они гораздо важнее, потому что там такая глубина духовных истин, что я могу часами по каждому из них, у меня по некоторому уроки выложены в интернете, посмотрите. Вот так. Поэтому для еврея, для меня, я соблюдаю кашрут, я соблюдаю субботу с пометкой «Суббота для человека, а не человек для субботы». Я обрезан. Я изучаю не только Тору, но и Танах, и Талмуд, все изучаю. Пользуюсь нередко всякими талмудическими источниками религиозных раввинов. Я еврей, верующий в Ешо. Можно сказать, ты, говорит, Милу прошел уже в Израиле или в детстве еще? Нет, нет, я в Израиле. Я в Израиле. Ну, буду честен с вами, у меня были еще медицинские показания, но я уже к тому моменту где-то созрел, что это нужно делать. Ну, не обязательно, да? Это не касается спасения, да? Аминута. Да, евреи. Нет, мы вообще здесь не говорили о спасении. Я вас умоляю, Бог добрый, Он всех спасает у верующих в Ешо. Это однозначно. Посмотрите мои уроки по книге «Деяния апостолов». Я там много об этом рассуждаю. Да? Это же не об этом речь. Да, да. Ну, кто евреи, да. Спасибо огромное. Нас вот 30 секунд оставили. Спасибо. Михаил, большое спасибо. Мы попробовали, что-то получилось, что-то не получилось, но если сначала пошло большое противодействие, значит, нужно. Да. Суман пытался очень сильно разрушить. Да, согласен с вами. Много людей хотело посключиться, но мы повторим попытку и сделаем лучше. Окей. Слышь разлучшить. Спасибо огромное. Продолжение будет. Через 2 минуты у вас будет. Спасибо. 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 Спасибо.